Рост молдавской экономики продолжается, несмотря на различные вызовы, как, например, война в Украине. Однако, невзирая на усилия, приложенные в этом отношении предпринимателями и властями, показатели роста всё равно низкие. К таким выводам пришли в представительстве Всемирного банка в Молдове. По мнению экспертов, одним из ключевых факторов развития экономики остаётся рост покупательной способности граждан и снижение инфляции в стране. Мы считаем, что внутреннее потребление остаётся решающим фактором, который поддерживается и ростом реальных свободных средств у населения. При том, что число денежных переводов, которые были хоть и второстепенным, но важным фактором, в 2024 году продолжит сокращаться. А учитывая снижение инфляции, в реальном выражении, у нас фактически будет весьма положительный и значительный вклад в свободных средств населения. Региональный директор Всемирного банка в Молдове Мелани Марлетт обратила внимание, что в нашей стране существует два перспективных для роста экономики направления, которые уже присутствуют на молдавском рынке и которые следует развивать. Это фармацевтика и автомобилестроение. Она уточнила, что мы уже занимаемся производством электроники и проводов, которые сейчас более востребованы в машиностроении в условиях перехода от традиционных автомобилей к электрическим. В обе цепочки создание стоимости очень тяжело влиться. Не существует магического решения, но важно усвоить выученные уроки. Я имею в виду необходимость человеческого ресурса. Есть нехватка рабочих. Также важны инфраструктура, транспортировка и логистика, деловая среда и продвижение инвестиций. Эксперты уточнили, что спрогнозированный рост ВВП в 2,8% не отходит от курса. Всё же, по их мнению, конец этого года и начало 2025-го могут стать нелёгкими для экономики Молдовы. К этому могут привести несколько факторов, в том числе летняя засуха, которая отрицательно сказалась на сельском хозяйстве страны.